доброго времени суток уважаемые танкисты в эфире передача эй уф картошка ты чё там поговорим в этом выпуске про нерв танчиков нерфится 4 танка на супер тесте тестируются эти изменения они не окончательные что пойдет в релиз неизвестно возможно как обычно очень много людей на но это ничего не изменится как известно давным-давно слезы танкистов это самая главная балансная субстанция благодаря которой в картошке идеальный баланс на протяжении 10 лет и так есть у нас 4 танчика два из которых я точно не понимаю зачем трогать это 430 у девятого уровня и стандарт b тоже девятого уровня 430 по нерве от просто стабилизацию на ходу при повороте корпуса и при повороте башни точно так же как и десятки а вот стандарту b по нерве точность 037 сведения 2 и 6 еще немного там по нерве движок и уберут возможность поставить досылатель можно еще просто яму рядом с танком выкопать лопату поставить и чтобы было понятно что делать то чисто косметический такой нерв на танки стандарт b с таким нервом осталось на стандарт b прилепить декальку лоха очередной выкачал танк ха 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 я вообще не понял зачем это делать с девятками ведь они далеко не самые лучшие из прокачиваемых да и особой массовости я в них не вижу а вот с десятками проблемы есть что в 430 у что в про жетто 10 уровня одна и та же проблема на них хорошие показатели у большинства танкистов слабоиграющих плюс они очень массовые это приводит к тому что рандом становится более токсичный из-за них потому что их сильно много и их не так уж сложно реализовать большинству танкистов они показывают на них намного выше результаты чем на остальных танках при этом максимальный потолок этих танчиков ниже чем у остальных имбовых танков то есть теряется логика что ты если сильный ты на этом танке будешь чересчур сильно показывать хороший результат по сравнению с остальными но на самом деле на 430 у и на про жетто разница между статистом и просто хорошим игроком не настолько катастрофическая как на остальных танках интересно было бы это плохо если бы все танки были такие чтобы обычным игрокам было реализовать легко все танки а статисты на всех танках играли просто немного лучше чем все остальные но это так мысли вслух для того чтобы увеличить разрыв между слабыми игроками и сильными на прожитой 430 у нужно сделать следующие вещи во первых 430 у должен пробиваться в хоть какую-нибудь уязвимую зону у него их просто нету голдой он пробивается неплохо без голды допустим восьмерками можно просто выходить в ангар и не париться нужно было давным-давно сделать 430 у один лючок таким образом чтобы он пробивался голдой с восьмого уровня в принципе все по сути картошка плюс-минус делает то же самое делая броню двух лючков в районе 270 миллиметров с хвостиком это конечно вряд ли будет пробиваться голдой с восьмого уровня но какие-нибудь потешки могут туда закидывать а вот будет ли это пробиваться легко голдой с десяток тут уже зависит от того какую область лючков по нерфили если там прям целиком весь лючок ватный и эти зоны будут легко выцеливаться то мне кажется 430 ут уже сдох нужно было сделать маленькую зиму зону в одном лючке все они делать две дыры на всю голову что сделала картошка пока не неясно пока не сыграешь на этом танке они его еще только тестируют на супер тесте также ему нерфят еще и стабилизацию у него и так пушка кривая зачем ее трогать не понимаю заре баланс 430 у я думаю что можно разрабам поставить три с плюсом почти попали заре баланс 430 на девятом уровне двойку нахера его трогать я не понял что касаемо итальянцев они у десятки забирают возможность установить досылатель нерфят ему точность 033 на 035 кажется и сведения до 2 и 5 и скорость поворота башни делают чуть чуть меньше на эту пары лишь и нерв который я видел за последнее время за что любят прожитто за его скорость офигенную пушку и за то что он чрезмерно живучий иногда спасая своей броней и в принципе минусов прожита их нет что делает картошка она не уменьшает токсичность игроков которые играют против прожита плюс увеличивает токсичность игроков которые будут играть на прожита таким образом пострадывать будут не только те кто играет против но и те кто будут играть еще и на нем человек который это придумал настолько кретин что у меня просто слов нет это даже на этапе задумки уже кончено и прожита нужно было убрать лишние плюсы которых у него с чересчур много орудия нельзя было трогать вообще лишнюю броню убрать хотя бы в башне может быть еще скорость чуть чуть меньше сделать все зачем трогать орудия как это уменьшить жопа горение это только увеличит в целом за ребаланс прожита двойка за ребаланс стандарт b2 к эксперт оценочку выставил картошечки с этим жить с вами был варочка радь красиво всем пока